Чтобы не быть голословными, перед началом работы Межведомственной комиссии по занятости населения, ее представители под руководством замглавы города Рины Романец вышли в рейд. Проверку провели в нескольких предприятиях и практически в каждом грубые нарушения. Сотрудники невнятно рассказывают о том, что работают официально. Документов, правда, практически ни у кого нет. Да и на вопрос о зарплате расходятся в показаниях. Заработная плата какая? Восемь тысяч. А сколько может быть? В документах минимум 11. По трудовому договору 11 тысяч у нас идет за документы. Да, но главу даже это не устраивает. Должна быть средняя память 20. Нет, у нас 11, если нужно, мы покажем все трудовые договора. Хозяин этого магазина автоматически получает приглашение на заседание комиссии. Ее проводят на следующий день в администрации Сочи. Обсудили ситуацию во всех районах города. Лазаревский выходит на видеосвязь. Несколько десятков сомнительных работодателей присутствуют лично. Разбирают ситуацию по каждому персонально. Среди членов комиссии представители прокуратуры, трудовой инспекции, налоговой службы и пенсионного фонда. Собираются на заседание они уже в 37-й раз. Сдвиги в статистике нарушений есть. Только в прошлом году заключено 17,5 тысяч дополнительных соглашений. Но ситуацию намерены решать до конца. Если бы это был какой-то маленький сегмент и не социально чувствительно, один вопрос. Но когда это выливается вот в такую беду, и тут еще работать на такой протестике, это против всех правил. В первую очередь это забота о будущем людей. Серые зарплаты не обеспечивают социальных гарантий при выплате пенсии. Чтобы таких людей было меньше и проводится работа. Кстати, на ее начало сочинская администрация не досчитывалась около 70 тысяч трудоспособных горожан. Неофициальная занятость такого количества людей – это настоящая социальная беда для всего города. Даже если представить, что они бы получали официально минимальную зарплату 10 тысяч 770 рублей, то и в этом случае потери для городского бюджета уже колоссальные. Так вот, если 70 тысяч умножить на эту цифру, почти на 11, я на 10 умножаю, и умножить на 12 месяцев – это 7 миллиардов рублей. И только подоходный налог, чего мы не досчитываемся, это 13 процентов, миллиард 300 миллионов. Приглашенные предприниматели из разных сфер бизнеса излагают примерно одинаковые истории оправданий. Предприятие новое или вовсе еще не работает, или оформлять людей собирались как раз-таки на днях. Но самая распространенная ситуация – это когда помогают в бизнесе родные люди, которых, как думали, трудоустраивать необязательно. Работаю сама и работает мама. Мама – пенсионерка, не хочет оформляться, чтобы пенсии меньше не было. Гостиницы, магазины, строительные площадки и транспортные компании. Мониторинг ситуации ведется во всех сферах городского бизнеса. Практически в полном составе приглашенные предприниматели получили протокол о трудовой инспекции. Теперь на их территории пройдут масштабные проверки, которые должны мотивировать все-таки навести порядок в документах работников согласно Трудовому кодексу. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Управление пенсионной системы.